Михаил Плецковский, как ослик-алфавит, учился уважать старших. Шёл по дороге ослик-алфавит, которому нравились всего две буквы, и он их без конца повторял. И-А, И-А, И-А. Шёл ослик и плакал. Встретил его козлёнок-мармеладик и спрашивает. Ты почему плачешь? Может, тебя обидели? Нет, никто меня не обидел. В чём же дело? Бабушка прогнала меня из дому и сказала, чтобы я не возвращался до тех пор, пока не научусь уважать старших. А как же я могу научиться, если нигде нет такой школы? Вытри слёзы, ослик. Я помогу тебе. Ой, правда? Правда помогу. Ты должен запомнить несколько правил. У тебя хорошая память? Не жалуюсь. Вот и чудесно. Значит, запоминай. Старшим надо уступать дорогу. Пропускать их вперёд. Вежливо разговаривать с ними. Не дерзить. Не пререкаться. А самое главное, не забывай прислушиваться к их советам. Ого, сколько правил! И как ты смог всё запомнить? Я воспитанный козлёнок. Вот и всё. А я, по-твоему, невоспитанный ослик, да? Ничего такого я, кажется, не говорил. Смутился козлёнок. Однако мне пора. И он быстро распрощался с осликом, чтобы не поссориться. Догнал ослик по дороге старенькую лошадь Тпру, нагруженную разными продуктами, и думает. Сейчас проверю, научил ли меня козлёнок уважать старших. Поравнялся ослик с лошадью и говорит. Здравствуйте, лошадь Тпру! Не бойтесь, я вам дерзить не буду. Пререкаться тоже не стану. «А ещё что?» Поинтересовалась старая лошадь. «А ещё я вас вперёд пропущу. А ещё, если вы вдруг мне что-нибудь посоветуете, то я прислушаюсь». «Прекрасно!» Похвалила лошадь Тпру. «Но для чего ты мне об этом говоришь?» «Видите ли, бабушка прогнала меня из дома и сказала, чтобы я не возвращался, пока не научусь уважать старших. Как вы думаете, я уже научился?» «Почти научился. И я сама скажу об этом твоей бабушке. Ну, хочешь, я дам тебе ещё один совет?» «Конечно, хочу!» «Ты своей бабушке почаще помогай. Она ведь старенькая!» «Обязательно!» Пообещал Ослик. А потом подумал немного и добавил. «А можно я сейчас вам помогу?» Михаил Плецковский. Трудное задание. В день рождения слонёнку Лусу подарили фотоаппарат. И он сразу стал заправским фотографом. Целыми днями ходил и щёлкал затвором. Сначала Лус снимал всех вподряд. Сядет на ветку попугай, щёлк, и порядок. Выглянет из-за куста антилопа. Щёлк, и готово. Потом звери к нему сами ходить повадились. Бегемотик Булочка попросил сфотографировать его для удостоверения личности и почему-то обязательно в профиль. Очковая змея-окулярия сочинила книгу под названием «Мои встречи». И ей срочно нужен был снимок на обложку. У пантеры кисы родился малыш. Разве можно его не сфотографировать? Вот подрастёт, и память будет. Слух о замечательном фотографе вскоре разнёсся повсюду. Как-то утром в дверь слонёнка Луса постучали. «Кто там? Входите!» Сказал слонёнок Лус. «Не помешаю?» Спросил незнакомый шимпанзе и приподнял шляпу. «Спасибо. Я уже почти не сплю». «Не в попад», ответил слонёнок, вставая с постели. «Чем могу служить?» «Видите ли, я к вам по важному делу. Меня направили сюда из газеты о многом понемногу. Надеюсь, вы читаете эту газету?» «Хм... Я больше люблю книжки про шпионов, но мой папа...» Это не имеет значения. Моему шефу, я имею в виду редактора, многие хвалили вас как большого мастера фотографии. «Ну, пожалуй, это слишком». Не скромничайте. Итак, о деле. Нам срочно нужна фотография солнца в хорошую погоду. «Но ведь в плохую погоду солнца и не бывает». «Бывает, только за тучами, но нас интересует солнце в хорошую погоду». «Ясно?» «Почти». «Итак, о деле. Вы согласны?» «Попробую». «Значит, договорились?» «Тогда ударим по лапам. Кстати, меня зовут Бананас». «Красивое имя». «Не жалуюсь». «Итак, о деле. Вот вам наш адрес. Присылайте свои снимки. Привет!» Шимпанзе Бананас приподнял шляпу, поклонился и ушел. Целый день слоненок Лус сфотографировал солнце. Погода стояла чудесная. Круглый золотой шар солнца так и сверкал на голубом экране неба. Но ни один снимок не получился. Все кадры были засвечены. Полная неудача. Позор! Слоненок Лус испортил десять фотопленок. И бесполезно. Он очень огорчился и чуть не заплакал от досады. Что теперь скажет о нем Бананас? И вдруг слоненок подумал. «А почему я должен фотографировать солнце обязательно в небе? Могу же я сфотографировать солнце в реке или в лесу, когда оно отражается в капле росы? А чем плохи такие снимки? Солнечные колечки, рассыпанные в траве под деревьями. Или солнечные зайчики на крыше гостиницы «Три поросенка». Видно, он был настоящим фотографом, этот слоненок Лус, если ему в голову пришла такая прекрасная мысль. Вернее, он был наполовину фотографом и наполовину поэтом. Нащелкал слоненок Лус «Солнце в разных видах» и послал фотографии в редакцию. Через два дня пришло письмо. Четвертый дом от угла напротив парикмахерской «Бришка и стритье». Или, кажется, «Стрижка и бритье». Слоненку Лусу. Лично. Дорогой друг, фотографии получили. Ровно семнадцать штук. Итак, о деле. Шефу, я имею в виду нашего редактора, снимки понравились. Решили дать тебе премию за выдумку и юмор. Что такое юмор, я не знаю. А про премию знаю. Три ящика морковки получишь позавчера. То есть, послезавтра. Твой приятель – бананас. Слоненку Лусу письмо понравилось. У него было такое хорошее настроение, что он не удержался и сфотографировал себя. А снимок повесил на самом видном месте.